Всем привет, с вами Priya. Сегодня поговорим о 8.1, а именно о том контенте, который нас будет ждать в этом давлении. Итак, во-первых, это продолжение военной кампании. Также мы получим комплекты традиционных доспехов для дворфов и эльфов крови, для самых обычных, это действительно классно на самом деле. Награды за уровень репутации идеала. Те бонусные сундучки, которые мы уже видели в Легионе, они вернутся в контенте Battle for Azeroth и при наборе 10 тысяч репутации мы будем получать различные награды в виде питомцев, скорее всего. Вроде бы как маунтов, награды там никаких не будет, к счастью или к сожалению, не знаю даже. Также сюжетная цепочка с Суверфангом и Тирандой, которая, насколько я правильно знаю, у игроков Орды имеет право выбора. Весьма интересно, там все это сделано. Также новые астральные экспедиции и торговец, связанные с ним. Касательно торговца, там будут вещиться за дублоны, которые мы даже можем получать в текущий момент, то есть есть вариант накопить их. И уже в 8.1 сразу их потратить на различные интересные приблуды для своего персонажа. Видосик об этих вещах есть на YouTube-канале, если вам интересно, можете посмотреть. Вывозки. Аналог вторжения Легиона на контент Легиона. Собственно, весьма интересный контент с весьма интересными локалочками. Куда же без них. Далее. Общая репутация для учетной записи, а также трансмагрификация гербовых накидок. Да, это уже было мною ранее рассмотрено на одном из видосиков, но об этом также стоит поговорить весьма отдельно. Собственно, репутация, она будет суммироваться со всех персонажей. К примеру, фракции Battle for Azeroth, которые у меня на Монахе имеют. Фулл превознесение сложится с фуллейшими превознесениями на Войне, и уже будет суммарное количество превознесений для достижения там не 89, а 95. Может там еще что-то сложится, и в итоге будет еще больше. Это действительно классно. Также точки полетов общие для учетной записи. Купив книжку за 100 голды или что-то типа такого, мы можем открыть абсолютно все маршруты для полетов. Далее. Новый фронт на темных берегах. Также переработка зоны конкретно этого темного берега. И новый торговец, связанный с фронтами. Да, там будет весьма интересная валюта, за которую также можно будет что-то интересненькое для себя купить. Изменения классов. Классовая механика, плюс-минус 10% дамага, плюс-минус 5, какие-то изменения накопления различных энергий, водоворота у шаманов-энхов и все такое прочее. Весьма интересно, и я думаю, если конкретно вам это интересно, и вы играете на каком-либо из этих классов, которые подвергаются изменению, то сами прекрасно найдете информацию. Изменения, касающиеся развития персонажа. Прокачка некоторых левелов снижена на 20-40%. Весьма неплохо. Можно намного быстрее прокачать тенков. Если поговорить еще отдельно о репутации немножко, то также будут изменения, касающиеся фракции защитники Азерот. То, что если на основном персонаже у нас превознесение, то мы можем абсолютно все планки повышения итем-левела своего ожерелья получить и на альтернативных персонажах. Это классно. Далее. Рассмотрим отдельный блок. А именно, что появится в игре после начала второго сезона ПВП. Ну, во-первых, откроется рейд, битва за Дазар Алор. Также откроется пятое кольцо Азеритовой брони, которое будет требовать отдельную Азеритовую силу, Азеритовую мощь, силу артефакта для раскачки. Также новый модификатор для подземелий десятых. Новый сезонный модификатор. Риппинг. Жнец. Весьма неплохо на самом деле. Также добыча более большего уровня за прохождение подземелий. Выполнение заданий. Также участие во фронтах. Там что-то около 400-го будет. Ну, а мифик плюсы, конечно, свою планку большого итем-левела, скорее всего, повысят до 15-го ключа. Там будет примерно, наверное, 390-й, 95-й шмот просто за прохождение падать. А это весьма неплохо на самом деле. Ну, и также, как уже было сказано в самом начале, новый PvP-сезон. Собственно, контент есть для людей, как играющих PvE, так и для играющих PvP. Ну, а то, что появится в игре позже, наверное, уже где-то там в марте, быть может, вообще в апреле. Также еще один рейд, Crusable of Storms, Горн Штормов. Также различные пасхалочки и все такое прочее. Там очень много на датамайниле касательно Ксалатата и всего прочего. Пока что об этом говорить не будем. Вот такая вот небольшая сводная информация касательно контента 8.1, который выйдет в декабре. И по поводу которого на моем YouTube-канале запущено два розыгрыша жетонов. Ну, или альтернативные валюты. Ну, и также, получается, 8.1.5, который выйдет в январе, принесет нам события, связанные с рейдом. Ну, и то, что уже было перечислено мною ранее во втором блоке монолога. Всех вам благ, счастья, здоровья. Следите за обновлениями, следите за различной информацией. И, собственно, доступ у вас есть ко всему. Все ссылочки в описании. Берегите ноги. До скорого. А упадет ли мне шай сейчас? Я такую хорошую информацию вам рассказал. Думаю, реально полезную. Наверное, я достоин его полутать. Сейчас мы проверим. Я все-таки решил маунтами немножко заняться. 350 получено, нам надо 400 утонуть. Почему бы и нет? Там такой уникальный маунт по своей анимации и по своей модели. Ну, что, надо его получить. Конечно. Без него я не представляю свою жизнь. Ну, как бы окей. Ладно. Берегите ноги. До скорого.